От проблем со страховой никто не застрахован. Вот только теперь в проигрыше и виновник ДТП, и пострадавшая сторона. По новым правилам потерпевшему выплачивают на ремонт сумму с учетом износа деталей. Даже если этого не хватает, страховых разводят руками. Закон есть закон. Авто не должно после ДТП стать конструктивно лучше, чем было до него. Нужно либо устанавливать старые детали, либо новые, но с доплатой. Автомобилисты из Краснодарского края, столкнувшись с такой проблемой, обратились к Конституционный суд, который постановил, что в случае, если компенсации от страховой недостаточно для возмещения ущерба и восстановления автомобиля, ничто не мешает им взыскать недостающую сумму с виновника аварии. И вот эта практика докатилась до Иванова. К автоюристу Оскару Черджиеву обратилась автомобилистка, с которой второй участник ДТП пытается взыскать недостающую часть суммы на ремонт. Цена вопроса – 80 тысяч рублей. У нас люди вообще не подозревают, что такие иски к ним могут поступить. Они продолжают думать, что если их ответственность застрахована, то до 400 тысяч страховая компания выплатит потерпевшему деньги. Оказывается, что не совсем так. По новой схеме проигравшими оказываются все участники страховой цепочки. Кроме самой компании, конечно. Потерпевшие в стороне недоплачивают от виновника. Даже при наличии полиса автогражданки в любой момент могут потребовать раскошелиться. Чем старше машина, тем больше износ, тем большую сумму должен будет выплатить виновник. Я полностью согласен с тем, что потерпевший имеет право получить столько денег, сколько ему надо, для того, чтобы отремонтировать свой автомобиль. Но почему за это должен платить со своего кармана человек, который считает, что у него до 400 тысяч все застраховано? Тогда ведь эти люди и обратились в суд с тем, чтобы внесли соответствующие изменения в закон об ОСАГО, и вот этот износ вообще убрали из закона. Но вместо этого переложили всю ответственность на граждан, которые и так там несколько тысяч, 10 или сколько тысяч платят за свой полис, а тут еще ездят и не понимают, сколько им в конечном итоге придется заплатить. Но зачем тогда вообще страховать автомобиль? Не проще ли самому откладывать под матрас на случай ДТП? Ведь платить все равно придется. Пока сейчас нельзя точно сказать, по какой практике пойдет суд. Конечно, не очень бы хотелось, чтобы, по крайней мере, когда ты представляешь интересы потерпевшего, чтобы вот эта практика устоялась. Надо закон дорабатывать таким образом, чтобы он возмещал потерпевшему без учета износа и именно за счет страхового покрытия. Такие случаи в Ивановской судебной практике пока единичны, но от материальных претензий после ДТП не застрахован никто. По крайней мере, до тех пор, пока в законе об ОСАГО остаются слепые пятна. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.